Вы много раз слышали, что PUBG это убийца какой-то другой игры, а также есть убийцы PUBG. Ну а я нашел видео не с убийцами, а с убитыми играми. Battle Royale, которые не вывезли конкуренцию и сейчас о них никто не помнит. Перед началом видео напоминаю, что спонсором ролика является компания 1x, наиболее надежная, с лучшими предложениями, так что если вы любите спорт и киберспорт, то в закрепленном комментарии под этим видео вы найдете ссылочку и там по промокоду EROKES вы получите до 520 долларов бонусом. Я желаю вам удачи и только побед! Погнали смотреть! В этот раз я постарался собрать самые неочевидные или по меньшей мере не самые очевидные игры, которые вы в том числе советовали. И первым по списку у нас идет Deng Light Bad Blood. Игра в жанре королевская битва с парфуром и зомбями, а также упором на сражение в ближнем бою. Оказалось, она в моменте настолько хороша, что через время после ошеломительного успеха... 144 человека онлайн, а это в России, а всего 1200. Ну да, это успех нереальный. Разработчики решили сделать на основе ее механик и карты отдельную сюжетную игру, убрав приписку Bad Blood и называв ее просто Dying Light. Игра так понравится пользователям компьютерных технологий, что годы спустя выйдет даже вторая часть и отдельная серия игр, но уже без паркура Dead Island. Ну это совсем... О, в Dead Island я кстати играл, она была прикольная. Ну так, минут на двадцать. На сегодняшний день онлайн игры на 101% соответствуют теме ролика. Я без какого-либо обвинения в байте могу на привидушке писать 0 игроков сети. Помимо этого данный умник из чатика теперь может спать спокойно. Смелюсь также сказать, что в нынешнее время Dying Light Bad Blood является сертифицированным Lost Media, потому что в Steam она больше не доступна, и мне пришлось просить аккаунт у Санька, которому во времена царя гороха выдали эту игру. Теперь забудьте, что я сказал, потому что, оказывается, я был неправ. Впервые со мной такое. Так сегодня купил, то есть и купил через ГГСЛ. Что за бред, блин? Так я, я не понял, в смысле, ее можно найти где-то или нельзя? Разводилова какой-то. Пиздюк какой-то, а не старостов. На самом деле игру можно купить, что стало для меня удивлением. Теперь начну сначала. При заходе в бродилочку необходимо пройти туториал, чтобы возникла возможность играть. Подкат на С, это мы сразу в параметры заходим. При попытке поиграть в матче оказались, что мы сожмели. И со временем тот самый братишка, который пролил мне свет на факт о возможности покупки игры. Что в целом удивительно. При среднем онлайне в ноль игроков в день, так еще и в 11 часов вечера. Мы немного побаловались в режиме ожидания, при этом даже не надеясь на начало игры. И как вдруг, кто-то зашел новый. Смотри, аэстер подключается. Здоров. Это кто-то из разработчиков зашел 100%. А как вообще, кстати, играть в батл рояль, если в нем ноль человек? Баты нужны? Начинается. Я обонгал. К искренней, к глубочайшему удивлению запустился матч. Не, да, это прикольно. Конечном итоге в матче осталось 4 Игорька, включая меня. Иногда немного оружия и столкнувшись с лицом к лицу с новыми механиками, о которых я скажу позже, вскоре судьба свела меня со злейшим представителем мира этой игры. У него какой-то меч. Вау! 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 Почему?! Это чё, он всем подписчикам купит эту игру? Тут уже восемь людей, щас меня отключат, а у нас не бесплатная по идее, а вы отключены от игры Ну ладно, я попробую так сыграть, но я один Мне кажется, во всех играх типичная фигня, это зайти в свой собственный молотов Он хилится тем, что бахает деда в самогон Ой, хорош Мина Не-не-не-не Ай А прикольная игра В первом матче я умудрился лишить возможности дышать целых четырех прямоходящих И это без помощи моих союзников в дуо режиме После этого я решил не ливать с матча, а наоборот, посмотреть за ходом развития событий Комментируем Комментируем, давай смотри Исходная трекировка, запрыгивает на забор, сзади него догоняют двое, не смогут догнать, убегает, пытается отхилить хп Скорее всего не получится, догоняют ребята, видно, мастера спорта по Dying Light Bad Blood Видно, ребята наиграли не одну катку в эту игру Так, они пробегают специальными стратками сквозь текстуры Да-да-да, хорошая, кстати, стратка Это кто-нибудь пытается стратку удара по стене поражать, но у него не получается Не получился бустит, очень мало здоровья у нашего лидера А кто лидер? Посмотрим, чем-то, ну, которого в костюме Ай-яй-яй-яй-яй-яй, не тренировали У нас остается тех руку Динара и тех руку, это походу ребята в команде Им нужно собрать образцы, и они выйдут победителями из этого бога Че же за образцы? Ой-ой-ой-ой, препятствие в виде большого зомбика-монстрика Проигнорируют ли они его и... О, нихера, а там еще какой-то босс есть А, победили Поздравим победителей Босс кого-то убил, и они выиграли Ровно в следующем матче Нам удалось присоединиться с ожмений к одной игре И лично я уже был решительно настроен на победу Погнали, погнали! Общи харизмой тех руку Я по собственной воле передал свою жизнь В его распоряжение А-а-а-а! и забирать гнездышко и давай 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 гнездышки это ключевой элемент всей игры вокруг которого разворачиваются весь сыр борт чтобы она была возможность улететь на вертолете нужно собрать из этих гнезд образцов в общей сложности на 5 уровней помимо этого можно выбивать из поверженных противников и прокачивать свои статы 1 собирает до пятого уровня суток и выигрывает абсолютно всех неприятелей улетела нуля улетел бегут уже ждал нас на элзи осталось лишь добежать до точки эвакуации и победа в кармане а почему чё у них минута времени и чё мне не решил вылететь после чего я с нехваткой 1600 единиц образцов просто-напросто не смог улететь зато удалось мне увядать кат-сцену плохой концов а ну тоже прикольно ну как так ребят так в этом матче победу никто не держал уже да вроде неплохая игра интересно техники о которых я грозился молвить 43 минуты назад мире можно сыскать улучшение на оружие которые кладутся в спотбар слева и оружие в руке на него можно на колхозе ту самую улучшал очку помимо этого можно а вернее необходимо лутать полочки шкафчики и прочие сундучки потому стандартная тема паттл рояля мимо а вернее можно найти тоже оружие аптечки и бусты как для героя так и для оружия выглядит вполне интересно ну как бы играбельно через такой нефортной что в игре есть огнестрельное оружие который лутается лишь с аир друпов при приземлении аир дроп еще на землю его окружают нпс человек сразить их на не так уж если если вдвоем то вообще легко из каждого такого дропа стабильно падает одна большая аптека и либо жаба джейк либо пистолет с одним магазином ну наверное огнестрел здесь очень жесткий потому что попсих с милишкой бегают в эту игру никто не играет пропал очень быстро играть невероятные яркие впечатления первые пару часов а потом надо играется как бутылочка непонятной сладкой газе очки с не менее непонятным вкусом которая была найдена на дальних нижних рядах полок магазин в моменте когда пьешь вроде очень прикольно но когда делаешь последний глоток понимаешь что больше никогда в жизни и не купишь тут ровно себя замечу что экспириенс крайне яркий интересный и нетипичный хорошая на самом деле игра реально вот не знаю насколько долго в нее можно много играть но мне кажется уже слегка поднадоел так скорее всего разрабы просто очевидно скорее всего разрабы просто не завезли контента достаточно то есть нужно было бы чтобы его было больше окей но это прикольный вообще хороший батарояль я ним не слышал go next а сей же час время пропитаться грандиозным контрастом с первой игрой так вот это сделанный некий гарри сомневался ли они будут хотя бы на секундочку что в этом пыльном куске хода будет целый режим батл рояля люди знакомы с годом точно нет а вот всем остальным Спасибо, давай. Это, кстати, очень удобная возможность. Первое дело не создал игру на 16 человек, уже предвкушая нереальные лаги от такого количества людей. Все, все, народу залетело я мангал. Походу, лимиты сразу достигли. Ну, на удивление, игра продолжала работать стабильно. Нормально. А так он сам хостит. Ребяточки, здравствуйте, дорогие. Лечу к Машоне. В этот раз, к слову, мы играли каждый сам за себя. Приземлившись в магазин, я нашел внутри авапочку с горячо мной нелюбимым прицелом в стиле «картинка в картинке». Я не стал пытаться убивать чудика напротив. Это типа реализм. И сев в Машону, двинулся на поиски лучшего орудия для нейтрализации соперника. Дорога завела меня в какой-то особняк с закрытой дверью. И, пошарившись по местности, я не нашел совершенно ничего. Блин, ну вот это все выглядит вот как КС-1.6. И пусть это лагучее говно, но вот чувство вызывает. Поэтому, занырнув в транспортное средство, я двинул вглубь города. На машине я привлекаю к себе чертовски много внимания. О! Боец! Сука, убить! Убить! А на узкопом? Убить! Нет. А сколько в него надо попасть? Или он ни разу не попал? И что, переволновался. Во второй раз я выставил лимит уже на 64 игрока. И в ожидании следующей каточки, в свойственной гаррис-моду микс-паймерской манере... Пацаны, пацаны, давайте фотку, фотку. Давай, ладно. Давай, давай, фотку. Ну это, например, что это хумас. Я прыгну. Пересомлен. Напишем. Так вы могли кого угодно сфоткать, скорее, что это хумас. Давай я сфоткаю. Небо наполнено людьми. К сожалению, парашют нельзя обрубить. Так бы я обрубил и в воду посыпался. Нашел базуку. Нашел базуку! Нихерайся. Так это же не базука, это ШМП-5. Я помню, Б3-2 в КС-ке. Вижу машину, вижу машину. Мне нужно завладеть машиной срочно. Кстати, я помню, КС Global Offensive тоже сделали батл-рояль или что-то такое. Ну, когда были популярны батл-рояли, все их делали. Сука, он был такой скучный. Это просто кошмар. Байку. Машина будет моим укрытием. Бонять, как тут цельсона. О, дробик. Пожалуйста, умри. Да зарядник. Да ле, умри. Сука. Сколько там нужно в него высади? Убил, 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 найсачи. Срочно захилиться, срочно захилиться. Эмочка без патронов. Вижу злодея, вижу злодея. Вижу еще злодея. У меня ни патронов, ни бинтов, ни ваты. Ой, блядь. Какой меня напугал, сука. Попал? Попал. Блядь. Сейчас будет сражение, сейчас будет баталия. Сидит, ждет. Не-е-е-ет. Да охренел. Убил, блядь. Лявного угадошил с пестика. Перестрелка, перестрелка, перестрелка. Сразу два ботинника. Попал с неволен. Давай на кулаках. На каких кулаках? На ножах. Давай, кто кого? Даня, 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 давай, давай, тащи. Я на тебя сотку поставил. Давай, ебал, кипашу. Ох, ох ты, крыса, конченная. Козел. Изи. По итогу справедливость взяла верх и жменя забрал победу. А теперь, если у вас возник вопрос, а где же зона, то, знаете, она есть, просто ее не видно. В связи с тем, что данный аддон вышел в 2016 году, это уже 12 лет назад, компьютерных мощностей тех времен не хватало на то, чтобы держать запущенный горе-свод, так еще и рендерить опасную зону. И, видимо, по этой причине автор решил сжалиться над игроками, разделив территорию карты на прямоугольники. Спустя какое-то время после высадки, часть прямоугольников становится зеленой, что означает безопасную зону. Все остальные части обозначают зону, соответственно, опасную. И находясь в ней, человечек начинает кашлять, получая урон. Провести заключительную игру в этом воодушевляющем на жизнь режиме я предложил таким образом. Нажимайте таб от ксинг до разрушителя ёбил. Пускай это будут контрики. А все, кто ниже, становятся тереками. Все, хорошо по чесноку было. Приземлившись с жменьем на военную базу, я уле еле нашел себе УЗИшку. И мы с трудом приземлили одного из терек. Типа они 16 на 16 играют или что? Ни хера себе это интересно. Пока мы с жменьем отстаивали салдафонскую честь. Это не ты. Извините. Помоги, помоги, блин. Вот ну все. Остальная часть наших союзников была занята более важными делами. Слышь, так эта игра опередила, получается, все на свете. Ну, вот правило, с этого момента все против всех. Все против всех. Фартнайтерские танцы. Ааа. Подожди, они все равно враги были. О-о-о-о-о-о. Как ты здесь? А что, не знаю. Ты помертвой, что ли? Ну, умер, он упал. А, понятно. Короче, все. Все. Следующий режим это полное говно из жопы. Попытались мы также сыграть в более новый режим, вышедший в восемнадцатом году. Но если вкратце, то это пасовсяного полное, которое, несмотря на такие многообещающие аддоны и скиншоты, оказалось дело... Говной. Ааа. Итоговая оценка. Овсянка. До гвоздей не дотягивает. Ааа. Выглядело тоже прикольно, но я уверен только на ролике. Если самому поиграть, сразу будет понятно, что говнина. Пожалуй, самой удивительной на сегодня игрой в этом неудивительном жанре является детище тех же разработчиков, что выпустили Tabg, который стал победителем в предыдущем ролике. А, Tabg. По имени ей Nightfall A Daring Journey. Так. Поведителя ей вряд ли сегодня грозит. Как мне подсказывает мой виртуальный ассистент, пиковый онлайн за сегодня был 80 игроков. Нихера се. В игру можно назвать. Ты там много. Мертвы. Основной механикой данного творения является дрифт на лошадях, забавный и необычный сетинг, а также крайне немаловажное – оригинальный подход к основе жанра, а именно источник мотивации для игроков делать то, что они должны делать. Говоря простыми словами, круга тут нет. Но есть финальная цель, которую может достигнуть лишь одна команда хеймеров компьютер соревнуясь в горках с блять до соревнулись в гонках на непарнокопытных есть возможность а порою строгая необходимость настрелять из средневековых револьверов по оппоненту не выглядит она как минимум прикольно но трешова дрифт на лошадях обратили внимание собою хорош и наделен эффектом прикол в особенности забавляет наличие огнестрела у рыцаря ну да тоже прикольно анимации взаимодействия этих рыцарей с огнестрелом прикольно делать и какой-то блогера чумаса ружбайчик немного но зато все они прикольно крутятся крутятся долго что совершенно не напрягает не надоедает и не мешает в боях небольшое количество вооружения нивелируется его вариациями с улучшениями по типу скорострельности и прочие душнины которые вам не интересны а также бомбочками вот я вижу каждый из команд начинает свой путь из дальней части это прикольно игра цель их добраться до тридевятого царства и заполучить об этом позже а принцесса там как бы сказать что прямые но и инженеров темных веков глупцами не назвать трупы явно были созданы такими исходя из природного желания семейства лошадиных входить в повороты экстравагантным способом отчего получая чем дольше длится дрифт тем сильнее будет ускорение лошадиных но только по дороге лоханулся полей адскую его отступит на травушку сразу уголок сменяется шагом бешеной скорости пропадает количество дофамина резко угасали что же собственно мотивирует всадников двигаться вперед если сужающегося круга нет ночь в игре идет постоянный цикл смены дня и ночи если к вечеру не успеть заехать в населенный пункт то начнется скоропостижное кончание от холода посему для успешно необходимо лутаться и ночевать в городах по пути я нашел более прикольная идея же граблять громкая как вы понимаете пути переплетены таким образом чтобы разные команды примерно в одно время оказывались в городе вода убил его как профи разобрал я бегу я бегу за его за этим призрачным чего не может какая-то комбинация фарсоны и средневекового колоду выглядит классно разочка убита 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 делай еще ну куда посреди улице понимаешь у месяца не выстрел даем тебе ему интересно два оскорбления ближайшие матершинных вообще добраешься до королевства 30 первым предстоит сравнять землей всех прибывших туда представители других команд колоссы или всех не живой у меня просто сколько у них получается это у нас с сэром жмений далеко не всегда но были и более удачный случай цветочек это аленький цветочек поднял дружище поднял его убит убит злодей хорошо достойно и виду вид вид вот 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 здесь вот здесь и сиротом без текуриоска расстрельный меня сквозь текстуры выкилла после более удачного случая можно двинуть за тем самым об этом позже которым является никакого гамма гейства всего лишь благоразумное добро и мужественный позитив даже не понял а по факту это вся игра я понимаю что жанр battle royale в целом не может похвастаться оригинальностью и разнообразием но здесь вся генерация игровых сценариев сводится к минимуму потому что каждый раз едешь по заранее выверенному пути и все ситуации происходят в основном либо в городах либо в замках в редких случаях во время поездок во время поездок самое интересное на часок-другой сыграть во что-то бесплатное и необычное с кентавриком идеально но не более того нас хватило на полтора часа короче проблема всех вот этих игр это в том что они очень быстро надоедают но выглядит это нереально круто а теперь всем любителям самые лучшие игры на планете руль не волноваться нельзя говорить плохо даже в шуточной форме потому что в предыдущем ролике своим единичным высказыванием в неудовлетворительной форме о пубге я созвал все сообщество фанатов этой удивительной ты говной план которая сочла мою вольность открытия рот об этом лучше представители жанра живет к нему моё отношение к пугу хочется процитировать фразой забей пита из всем известного мема но делать этого я не стану наоборот я не знаю мое как многим показалось предвзятое отношение к игре в лучшую сторону так так как пункт не сказать что является мертвой игрой а даже наоборот я нашел замечательную альтернативу полную копию и в каком-то смысле даже улучшенную версию оригинальной игры о давай давай убеге сервер онлайн как мы видим нулю а виши заказившись на сервачок я было дело искренне удивился тому насколько хорошо она выполнена в визуальном плане кстати реально карта миромар от оригинал а это заметных минусов только это и есть оригинал ой извините на деле при заходе на сразу же дается возможность создать персонажа с намеком на то что кому-то здесь не место и пока большинство избранных telegram подписчингов среди которых потенциально можете быть вы загружал необходимый контент потому что в эту стране никто не играет я и три других человека загрузились в тестовую карточку тут кольцо на два с половиной человека слегка камеру уродская не буду мать я не понял он обманул или не обманул это вот так вот это что делом я познакомился со с ней за счет друга с механиками паркура и прорывной системой прицеливания от первого лица не за какой-то говно я убил у легко в голову положим хорошая игра а затем когда первая половина бойцов загрузилась я создал лобби уже на 11 человек вот это уже нормально раз игра сочла необходимым выделить под наши конфликты целую карту полетели не падайте с высоты найдя кучку мусора стало ясно что делать тёмно безопасный круг находился это очень похоже в другом штате а зона зона наступала нам на пятки пятки рванула чтобы еще раз на место драпать кухки быстрее быстром темпе прояснилось что без машины делать тут не один тачку найти мужчин человека вижу вижу давай а теперь можно выбирать что ж ты будешь делать удачи удачи тем кто остался шучу никакой неудачи выходите все уже на следующее игрище набралось нас 15 человек и во время все больше и больше поднимаем онлайн поиграть но доля сигналами в его пользу и его исполнил у тип возле типа какого-то меня на спауни заспавнила вот я могу метку наверное поставить тут такая долгое падение с парашюта судьба разделила на сожмение но это совершенно не повод о винчестер и спавга болезненной попытки налутать вещей с этого места на что за спавны вещей очень пизду сегодня буду даже пробовать проигравшему непобежденный я продолжил исследовать люминесцентные пространство города лос-сантос с довольно неплохим успехом нормально еще машина найдена пол дела сделано и пока ждал подъезда жмении случился так называемый жук или же что за хуйня переезд из сельской местности город мы отпраздновали сигнальным огнем в небо и в подарок получили грузик с ценными вещами изрядно подлутавшись отправились мы в безопасную зону что волос вентурасе и по пути нами была обнаружена мифическое существо схоже с имеющую с человеком в горах сан-андресского края можете назвать меня безумцем это все таки был человек но даже несмотря на то что поднявшись наверх и осмотрев окрестности мы его так и не нашли я остаюсь верен своим догадкам что это был гуманоид возможно призрак лос-сантоса а вероятнее всего бигфут 1991 год и сервис и фотограф барл клонсон отправившись в лес близ лос-сантоса обнаруживает странный человекоподобный силуэт в дебрях леса очарованный любопытством барл предпринимает робкую попытку пойти на сближение подбираясь все ближе сердце молодого журналиста начинает словно бы вырываться из груди полицейская тачка убил нормально с грозы наворачивает машине трупешный лежит немного ощутив на собственной шкуре холодящую энергетику зоны уже на территории столицы всех гэмблеров увидался нам еще один аиртруб задыхаясь от жадности мы рванули его объедать а чё она не упала стой 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 ну попалась и вот смотри держи о 3 вот так можно до тех он не стреляет прикрываетесь он на территории домика стреляют она стрельба здесь говно конечно или я убита прикрывай работе пошли лутонем мертвейшего на крыше с коряком попалась давай придав свое бренное тело отхилу мы решительно направились и забирать пойду легчайше следующей игре евгений вновь выделился и оказался в другом конце плане и пока я живется в сельской местности он ожидал определение своему бабу и банная калятина вот я бы так сказал вижу через дорогу далеко двое 1 кстати хорошая это на руки с руками вот про 90 я взял про 90 про 90 злодея вижу злодея он бежит чай не походу для да он скилловый получается смотри профессионал время просмотра записи я даже удивился проработки игры все эти детали и анимации во время геймплей не особо то и замечаются но вы только вдумайтесь какая великая была проделана работа горсткой вас же васюнов на базе игры которая выходила на второй плойке такой титанический труд других людей безусловно заслуживает лайка под моим видео ну типа да эти размещены пункты и быренького перемещения как поезда так и кораблики про которую вы уже послушали которыми наверное никто и не воспользовался за все матчи вот она ребята могу сказать что даже немного жалкенько даже немного грустненько что игра настолько мертвенькая нужно объяснять почему онлайн 0 игроков тоже есть банк зачем играть в это если есть папну и по иронии судьбы самая живая на сегодня игра про вампиров довольно много комментариев они я увидал в посвященной им секции поэтому сыграть в бродилку бегалку обязаны по-моему я видел рекреент в ней играл только вот в поиске игровой сессии это не очень помогает но не суть на первый взгляд мне показалось что я нужно очень долго разбираться с такой-то кучей персонажей я помню когда она только вышла в нее гоняли рекреент much много еще кто ну может это было так типа проплаченная рекламная и разыгровка но выглядела она прикольно а чё она померла все больше никто в нее не гоняет какими-то квестами невыносимо нагруженным интерфейсом и следовательно рассказывать о ней полчаса но на деле не так страшен черт как его рисунки девочки на девиант арти при первом заходе в игру строго-настрого может показаться что выбор персонажа это как-то урок раз и до конца жизни с уарным мемасом на деле поэтому я ответственно к вопросу я выбирал персонажа исключительно из того как круто он выглядит да это это лучшая тактика во всех четыре азиатки одна белая женщина зомби и целый один белый мужчина самая яркая энергетика исходила от персонажа класса горилла дробила но ты братуха персонализация и вообще внешность класса можно настроить как душе угодно что это прикольный человек не поверить сыграв каточку захотелось еще пускай я и провел первое игрище совершенно ничего не соображала у меня кула съела увиденное лишь урос интересом продолжать играть во-первых первое что в первую очередь бросается в глаза это удивительная энергетика прототипа и in famous исходящая от местного мувмента даже немного удивительно что ли в батл реаль игре быть алексом мерсером в моем случае джеймсом хеллером который делает двойные прыжки в полете и бегает по стенам еще и с ружбайкой в руках играл продуктивного других упырей игра рекомендует сосать очень смешная шутка в контексте игры про вампиров не вставить ее я не мог сосать кровь npc жителей используя спецспособность вампирского глаза по городу можно обнаружить обладателей особой крови меланхоликов холериков сангвиников флегматиков каждый пососток вы сангвиник или флегматик эрвик фрешматик блять вопросы попроще задавать чудика дает треть заполнения круга одной из четырех пассивных способностей ой подожди у нас у перестрелка наверх надо наверх надо наверх они так себя вот вот двое двое одного накнул что такое он понимает вот справа справа тут стал убивать а он сам посмотри он сам 40 секунд ползал и выжился прикольная тема то есть тут обязательно добивать тебя-то ну пожалуйста сейчас я убью всех это стану самошли не трогать нахуй не выбрите артефактам золотой еще можно посасывать обычных жителей но только с целью отхила за напомню про вампиров писать нужно незаметно потому что если кто-то увидит как вы сосете на улице человеке сразу поднимут тревогу и вы будете обнаруженным на 40 секунд также повержен это блоков лучше всего не убивать как мы делали это на первых парах охватать и выпивать все красные из них но не вину это тоже дает случайный резонанс крови очень еще понравилось как сужается зона это не просто круг а каждый раз какая-то случайная форма в одной зональная зона же тоже прямо на башню церкви где мы оставались вдвоем ценек у меня участка . три человека живых осталось не могу встать час и поджить секундочку сейчас все победил умер попасть и к саньку по всему городу набросанные посты с охотниками на вампиров или хрен знает кто не такие но это нпс шники в крутой броне и с оружием его их можно слутать конкретных ценных вещичек так что в целом эти места злачные и трансильванский народ сбегается к ним как на горячие пирожки скромно блин как много упомянуть у нас дорогих игроков драку который в самом начале дает выбор из двух чернокожих четырех азиаток белой женщины зомбика и целого одного белого мужчины действительно есть ну как-то не особо заметно не используется компьютер щеками во время игры хотя если почитать описание героев то все они очень разительно друг от друга отличаются и заметить их ну точно должен был я честно сказать сыграл за нескольких персонажей и сам довольно редко использовал их навыки кроме разве что постоянного спама парящего прыжка может быть более опытные игроки пользуются ими но вероятнее всего они играют только по ночам сука урдолаки гвоздем в групп этой игры будет факт того что в эту занимательную хрень хочется продолжать играть вот что-то цепляет стилек игра имеет несмотря на этот гадостный перегруженный интерфейс прикольное лобби ожидания музяков клубешники нереально лопает но это явно не та игра в которой я проведу условных 100 плюс часов сейчас вместо того чтобы писать этот сценарий и монтировать эту хрень я больше стрелял кровососом по хэдшотом но сроки значи интеграции отжима классный видос вообще интересно не знал даже про много игр а про те которые знал не зал что они мертвы короче с тебе понравилось все шоколадку